Все чаще на просторах интернета в местных пабликах пестрят посты о пропаже питомцев. Многие из них потерялись по вине нерадивых хозяев, которые отпускали животных на самовыгул. О том, чем грозит подобное обращение с питомцами, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Ирина Новоселова четыре года назад взяла в семью маленького спаниеля Бенни. Инициатором стала дочь. Когда ей исполнилось три года, малышка искренне захотела питомца. Тогда Ирина с мужем подошли к вопросу серьезно. Взвесили все за и против. Знакомая мне сказала, что у них появилось, у знакомых родились щенята и хотят убирать. Поэтому нам стало жалко. И мы взяли его. Несмотря на то, что это должен быть спаниель, он такой у нас бракованный спаниель, но мы его очень любим. Он у нас домашний любимчик, полноценный член семьи. Мы всегда везде с ним вместе, то есть он ездит с нами в машине. Мы его купаем, стрижем. Он у нас такой маленький второй ребеночек. Выгуливают Бенни часто – от пяти до десяти раз в день. И обязательно на повадке. Отпускает порезвиться на свободу лишь в лесу, при этом пристально наблюдая за питомцем. Ирина категорически против самого угла. Разумеется, против. Я считаю, что взрослые люди должны к этому относиться серьезно, понимая, что животное у нас в нашей среде, в социуме, оно уязвимо. Оно слабое звено у нас и может попасть в аварию, не знаю, в неприятную ситуацию, когда, допустим, вот у нас пес, он более маленький. И зачастую мы встречаем больших собак без повадка. То есть это непосредственно опасность в плане того, что собака, она больше может нанести раны более маленькому. Прежде чем завести питомца, потенциальный хозяин должен задать себе вопрос, а нужен ли он мне будет в будущем? Хватит ли сил и времени, должен ухаживать за новым членом семьи? Если возникает сомнение, лучше отказаться от этой идеи. Изначально люди должны понимать и осознавать, какое животное вы хотите и что из этого последует. То есть если это животное темпераментное, то выкуривать его надо чаще. А не так, а он грезет у нас все везде, вместе с принтусами и с фенолиумом. Мы его выпустили, пускай побегает, пролечается, домой и вернется. Статистика неутешительная. Каждый месяц в ветеринарные клиники Наринмара поступают животные с сильными повреждениями и серьезными травмами из-за ДТП. Причем зачастую все они в момент наезда техники находились рядом с хозяевами. Однако были не на поводке. Был у нас снегоход, квадроцикл, машина. Все они были благополучны в плане в том, что нужно было делать операцию животному. Ситуация была недавно, уже совершенно другая, не в этом месяце. Животное выпустили на самолугу, причем маленькую собачку. Она гуляла, автомобиль не заметил, то есть автомобиль не заметил собачку. Ну и настость, она попала под колеса. В пункт временного содержания безнадзорных животных только за апрель поступило 6 собак с тяжелыми травмами. 4 из них уже поправились, 2 находятся на реабилитации. Каждый месяц стабильно поступают травмированные, либо уже мертвые питомцы, жертвы самовыгула. Сейчас здесь находится 66 животных. 20 из них – кошки и коты, остальные – собаки. Самое печальное, что все питомцы стали не нужны своим хозяевам. При травмах автомобильных, если укорачиваются животные, потому что это повреждение внутренних органов, опорно-двигательного аппарата. Конечно, оно сокращается. Насколько часто у нас проявляются эти ситуации с самовыгульными животными, которые попадают в автокатастрофы, оно намного сильнее сейчас будет, именно летом. Сегодня в некоторых регионах действуют штрафы за выгул собак в неположенном месте, а также за самовыгул. Так, например, от одной до двух тысяч рублей заплатит хозяин питомца, если гулял с ним без поводка на территории лесного массива в парке и сквере. Однако в нашем регионе штрафы не предусмотрены. Хозяева остаются безнаказанными, а питомцы предоставлены воле судьбы. Наталья Дуркина, Антон Вдряков, Телеканал Север.